МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 2016 год. Во Львове мусорный кризис. В связи с закрытием местного полигона отходы отвозят соседние области. Реакцией львовских активистов на переполненные контейнеры во всех дворах стала интерактивная карта города с пунктами приема вторсырья. Сортировка может на 30-40% уменьшить объем мусора, который вы выбрасываете в мешке каждые 2-3 дня. Соответственно, если мы уменьшаем количество мусора, его меньше нужно вывозить на свалку. Сперва участники проекта самостоятельно ездили во все пункты приема вторсырья во Львове, проверяли, что и как принимают на переработку. Данные наносили на карту. Вскоре проект распространился по всей Украине. По сути, каждый пользователь – это активный член нашего сообщества. И, соответственно, они могут идти по городу, увидеть пункт приема вторсырья, подошли, проверили, сходятся ли цены, правильно ли все в категории проставлены. Если нет, то могут внести правки. Карта «Ресайкл Мэп» уже второй год – самостоятельный проект. От разработчиков требуется только техническое обеспечение. Теперь они мечтают создать и приложение для телефона, и игру. Сортировка мусора – это очень комплексная вещь. Поэтому многие проекты нужно привязывать к маркетингу, продвижению, обучению людей. В том, что в Украине люди мало знают о сортировке и переработке мусора, на собственном опыте убедились и волонтеры общественного движения «Украина без мусора». И когда человек приходит к нам, он получает ответы на свои вопросы. Зачем и как сортировать, куда девается вторсырье. И это приятное пространство, где делать это просто. С каждым годом все больше украинцев присоединяются к эко-инициативам и все больше интересуются последствиями нерационального использования ресурсов. Два года назад к нам в день приходили где-то 20 семей, и мы думали, это победа. Теперь к нам на выходных приходит больше трех сотен семей в день. Мы понимаем, что таких станций нужно больше. Сдать на переработку можно все. А из сломанных и уже ненужных вещей, к примеру, поломанных зонтиков, волонтеры предлагают сделать новые вещи, например, многоразовые бахилы. Анна Романовская, Максим Градовик, Антон Куниця, Юэй Ти Ви.